И всем привет! Я добрался до студии автозвука D-Style Audio. Игорян, Андрюха, Осман. У нас дубль 2 пошел. Так, ну, все знают Explorer, Drive 2, Bass Club, ВКонтакт, эпичные видосы, 4.8, 160 повседнев. Идем дальше. Вот это разобранное чудо, это Chevrolet Chevrolet 70-го года. Один из немногих американских автомобилей этого года в России. Big Block 74 литра, механика 4-ступенчатая. В общем, работа в процессе. Супер-кастольный бампер. Да, значит, да, давайте посмотрим. Здесь кусок бампера с твоего рема, кстати. Рем переродился в бампер. Вот, и теперь будет жить на вот этом C-10 69-го года. Вот, куда, собственно, уверенно встала пневма от S-8, да? Или S-8, правильно говорить. Вот, и Диана, если ты нас смотришь, привет. Диана у нас обещает в гости приехать на этой неделе. Кстати, спасибо за поздравление с 27 февраля, я оценил. Взаимно. Вот. Значит, так, где подушка-то? Подушки уже все спущены, их не видно, да? Подрубей компастор, да. Да, или он будет шуметь. Ну, в общем, заценим стенс, что называется. Игорь Иванович, ты хочешь нам рассказать про ситуацию с задней подвеской? Да, да, тут много споров, там много... В общем, что самое интересное? На драйве там пишут комментарии, что вот эти вот домики от ТАЗА не будут работать. Ребята, спокойно, эти домики от ТАЗА просто прихвачены для того, чтобы вот эту систему отработать. Потому что что делают американцы? Они либо оставляют тягу Panara, ну, стандартную вот эту вот палку, которая держит мост относительно рамы, но в статическом положении машины. А когда она работает на больших ходах, это не работает. Поэтому начинают варить фоллинки. Ребята, я знаю, что такое фоллинки, я знаю, что такое параллелограмма УАТ-а, я знаю, что такое А-образный РЧ. Вот, нравится. Вот он, вот он. Это не работает на этой конкретно машине, потому что вот эти реактивные тяги, они здесь закреплены на сайлентблоках, а здесь жестко, и мост ломает вот так вот. Спасибо, Гриша, что я могу это рассказать на видео, потому что это ужасные были споры. Поэтому придумали вот такую конструкцию, мерили реально вот по миллиметровке, чтобы это все работало. Так что все работает, теперь будут нормальные силовые крепежи, нормальные регулированные, тяги вот такие вот штуки будут вот сюда варены. Все будет регулироваться, все будет работать, все будет надежно. Потому что часто мне пишут, что ненадежно, что вот эти вот штуки отвалятся. Я могу домкратом поднять сейчас всю машину за эту колоку, он не сместится ни на миллиметр. Все будет хорошо, главное верьте. И вот с ней будет хорошо, и с ним все будет хорошо. Майк покажет все красиво. Так что всем привет, всем мир, пиз, жвачка там и прочие всякие. Вот так вот, все поняли? Должен верить каждый. Это да. Вот, ладно, в общем, я, собственно говоря, один из тех, кто верит, и изначально верил весь этот процесс. Кстати, оцените выхлопные трубы у данного пикапа, как они красиво лежат практически на асфальте. Ну вот. Ну а если у тебя, что это еще не самое низкое его положение, то да. Да, 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 да. Вот, в общем, пикап это... Отдельный привет Антону Хузрейсинг. Посмотри, вот они, твои амортизаторы от Audi, которые стоят теперь вот в таком вот векторе на пикапе. И все работает, блин! Так что... Хузрейсинг в теме. Хузрейсинг в теме, конкретно. Так, ну что мы еще расскажем? Что, накачиваем эту самую пневму? О, давайте. Вот, отлично. Шикарный кадр. Ну, вторая сторона пошла. Угу. Все? Отлично. Все работает. Красота. Так, что бы еще нам такое заснять? Надо было корпус заснять, не можно. Да, корпус засняли. Был офигительный корпус зеленого цвета. Вот. Немножко карбюраторов, немножко динамиков, немножко пневмоподушек. Немножко торпеда из шевеля. Из шевеля, значит, куда будет ставиться, ну, по сути, оригинальная торпеда шевеля СС новая. Вот. Это, наверное, безумно всех будет радовать. Давай покажем людям то, что они ничего не видели. Ничего не видели? Посмотрите внимательно. Видите вот эту вот баночку? Ага. Это специально для тех, кто работает со шпаклевками, знает, что такое карсистем, карфит. Так вот, мы ответственно заявляем, что карсистем и карфит это уже полная фигня и прошлый век. Специальная шпаклевка с углеволокном. Максимально быстро вышкуривается. И максимально прочно из всего, с чем мы когда-либо работали. Да, она дороже. Но если бы она была хреновой, ее бы здесь не было. А в Destile Audio с хреновыми вещами не работали. Вот так вот. Кстати, диски, это кто у нас тут? Это у нас только кутюр. Коко Кутюр. Нормальная хорошая ковка. Да? Ну, как бы да. Это привет Воссену. Привет Воссену. Ну да. Кстати, я на драйве видел у кого-то Воссен немножко потрескался. Вот, возможно, стоит обратить внимание. Ну, разница-то колоссальная. Вот такие же Воссены стоят, ну, где-то на 50 тысяч дешевле, чем Коко Кутюр. Они просто так такие классные. Кстати, а межблоки Sky Audio, кто не видел, вот они. Вот, а то не все знают о том, что они вообще есть. В нашем случае, в 2-межблоки, на самом деле, убрали те наводки, которые так бесили просто. Вот они лежат. Посмотрите, как они лежат. Они лежат вокруг 5-ти аккумуляторов, которые заряжают 2 генератора. Стоят они на фронт. То есть, на усилителе сандалона аудио D-класса. И никаких наводок. Ну, я думаю, все знают, какая цена у этих межблоков, да? То есть, это не канары L2-T2S, да, там микрофонные. Но они работают, и это факт. Замечательно. Замечательно. В общем, вот так вот. Я думаю, мы не будем затягивать видео, значит, больше 10 минут, как обычно у меня тут в последнее время бывает. Ну вот, и прервемся. Вот. Ну и, не знаю, если мы сейчас с Игорем придумаем, что еще нам интересного можно заснять, мы это обязательно заснимем. И, кстати, эпичный динамик 70-го года из Шевеля. Центральный канал. Всем привет. Ферромагнитная жидкость 10 Ом. Возможно, стоит возобновить производство подобных вещей для некоторых товарищей, кто не справляется. Капот от Шевеля. Замечательно. Ну что, всем пока. Всем удачи. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok